Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про французского барабанчика Samoa SM. На официальном сайте World of Tanks вышла новость, кстати, куча новых новостей, нужно их разбирать, прям вот не успеваю. Новый премтанк недели это Samoa SM. Будет он продаваться с 20 апреля по 27 апреля, 12 часов по московскому времени. То есть премтанк недели мы, как всегда, будем разбирать. Три пакета, стандарт продвинутый максимум, два последних разбирать смысла нету. Обсудим стандарт, танк стоит 2500 практически и вот будем от этого отталкиваться. Что он из себя представляет за такие-то деньги, стоит он того или нет, потому что рандом сейчас очень-очень интересный. Многие сидят на карантине, школьники дома и рандом, конечно, портится. Я не против того, чтобы те, кто в школе учится, чтобы не играли в танки, просто вот именно такой младший класс, вот он действительно портит. Потому что, ну, страдает ерундой. Ну да ладно, это лирическое отступление. Теперь внешний вид данного танка. По сути, это, грубо говоря, классический АМХ 50-100, Лорейн 40Т. Они очень между собой похожи. То есть различий как таковых там, ну и зацепиться даже нечего. Нету там супер каких-то универсальных башен, которых нету у других там танков. И вообще, вот вы сами же помните то время, да, ту парадигму, когда вышел саму АСМ. Многие же как, парадигма была такой, то что, а, французский танк, это сразу шьется во все места, и проблем никаких. АМХ 50-100, Лорка, любые СТ, потому что что СТ, что ТТ, они между собой похожи. АМХ 50-Б, АМХ 120. И все они пробиваются. И тут выходит саму АСМ, который более-менее танчит. Потом появляется АМХ, АМЛЕ, который еще танчит. Хотя я точно не помню даже, кто быстрее появился, честно говоря. Но фишка была в том, что это плюс-минус первые премтанки Франции, ТТ, которые что-то могли танчить. Да, у самого не очень крепкая башка. Но верхний бронелист, он хотя бы какую-то броню имеет, и хотя бы что-то может отбивать. Поэтому сегодня будем говорить об этом подробно. Танк интересный, для многих он один из самых любимых. Что касается статистики, танк держится в топе, наряду с защитниками и всеми остальными. Потому что, по сути, это тот танк, грубо говоря, вот на секунду. Это тот танк, который может убить защитника очень-очень быстро. Здесь 5 снарядов, с альфаев 300, полторы тысячи. Если будет проходить у вас урон, даже не то, чтобы проходить, чтобы он был нормой, да, 300. Вам хватит для того, чтобы разобрать защитника. Но нужно при всем при этом пробивать. С этим у нас тоже проблем нет. То есть, когда он вышел, многие на нем-то и начали играть. Почему? Ну, потому что ты полторы тысячи можешь раздать. И многие раньше брали вот там X50-100. Да, это такой мобильный тяж, который ставился тем, что ты за короткое время вливал большую сумму урона. Здесь появился прем. На самом деле, поиграв на саму SM, мне он понравился. Геймплей до удари простой. Ты едешь, ты пробуешь, ты стреляешь и все. Да, есть какая-то броня, которая тебя выручает. Давайте про броню поговорим, потому что много уже речи шло о броне. Поэтому давайте про нее. Верхний бронелист имеет 140 мм, но под наклоном 244. Соответственно, если вы находитесь в низине, а какой-то танк выше вас, то броня ваша резко тает. Ну, а так, если вы стоите лбом, причем самоа, он такой танк очень большой по своему внешнему виду. И силуэт у него большой, поэтому броня верхний бронелист танчит. В особенности, когда в топе, для шестерок, для семерок, это практически, ну, сталь, которая не пробить. Здесь нету никаких щучьих носов. Щучий нос иногда играет в плюс, но в большой степени в минус. Здесь один стальной бронелист и сплошной еще. И везде 244, то есть хоть как. Но в то же время, если ты начнешь доворачивать, где-то будет больше миллиметров, где-то станет меньше. Поэтому тоже нужно это помнить. Но для шестерок, для семерок это прям сталь. Нижний бронелист тоже, вроде кажется, слабый, но 180 миллиметров. И не каждая шестерка, семерка обладает. Я молчу про восьмые, девятые, десятые уровни, потому что, ну, там брони у самой АСМ нету. Это все пробивает. Но хотя бы какая-то есть, да? Это не АМХ-50-100, который получает. Здесь вот так. Броня башни 220 миллиметров, 209, 215. То есть она здесь качет, ну, где-то от 200 до 230. То есть если у вас бронепробитие 220, в принципе, встреляете в башню и чаще всего будете пробивать. Также есть огромная комбашинка. Это самое слабое место у нас во лбу. Она имеет броню 113 миллиметров. Ну, соответственно, это все пробивает. Но что касается уже бортов и кормы, то здесь проблема. 104 миллиметра. Вообще борт у нас идет, ну, далеко не самый большой, но 90 миллиметров, в принципе, неплохо. Здесь никаких наклонов нет, поэтому... Ну, там небольшой наклон 30 градусов, 104 миллиметра. Это все пробивает, хоть фугасом не всегда заходит, и на этом спасибо. Ну, тут тоже смотря какой фугас. Ну, и, в принципе, все. То есть с лба более-менее танк что-то может. Если вы стоите бортом, то это наиболее простая цель, какую еще можно было бы поискать. То есть вот так, в плане брони. Где-то выручает, где-то нет. Идем в следующее. Показатели. Это у нас орудие. Здесь 100 миллиметровое орудие, барабан на 5 снарядов с альфой в 300. Потенциального урона можно нанести 1500, что бывает очень-очень неплохо бывает. 1600 залетает. Ну, это прям шикарно. То есть, грубо говоря, практически можно любую восьмерку вынести, кроме КВ-5 и каких-нибудь танков, у которых еще там большое количество ХП. Я их просто сейчас так не вспомню. Просто помните, что у КВ-5 много. Здесь бронепробитие. Вообще никаких проблем нету. Что касается фарма, то само АСМ здесь тоже, в принципе, неплохо. Здесь ББшка пробивает 232, что позволяет нам играть даже внизу списка. И эффективно раздавать барабан, так как чаще всего, когда вы раздаете барабан, играя в лоб-в-лоб. Ну, не знаю, у меня это такие ситуации, когда я буду уже выцеливать слабые уязвимые места, да, когда противник отстрелился. И эти миллиметры позволяют. Снаряд летит, в принципе, как для ББ неплохо, 1000. И стоит 1030. Вроде бы дешево, но и дорого. Но если посмотреть на бронепробитие и урон, плюс еще посмотреть то, что это барабан, то это даже неплохо. Следующий, а подкалибер. Стоит 4000, это дешево, ребят, для подкалибера, который пробивает 263, который быстро летает с альфой в 300. Я считаю, это дешево. У многих тяжей 4800, там и альфа другая. Но там бронепробитие другое, и скорость полета снаряда другая. Поэтому здесь, в принципе, у самого АСМ неплохо. Конечно, если ты голдовый барабан раздашь, умножь 5 на 4000, ну, это будет сколько? 20 тысяч, да? И это уже, ну, большая такая сумма. Но в то же время ты внесешь 1500. Ну, тебе нужно пробить. В то время, когда ты на ББ, ты 5000 серебра тратишь, и ты 1500 можешь настрелять. Сами понимаете, какой фарм. Ну, это 1050-60 чистыми, если у вас там премиум аккаунт. Плюс еще, если столько, потратив 10 тысяч серебра, вы можете нанести 3000 урона. Это очень хорошие показатели. Конечно, нужно поправку делать на точность, на комфортность введения огня, на то, что вы будете пробивать или не будете пробивать. Пройдет у вас бронепробитие, и также урон. Но это другие уже показатели, и мы, в общем, говорим. Ну, теперь, что касается комфортности. Здесь у нас барабан перезаряжается 37 секунд, что, в принципе, много. Но, когда ты вольешь такое количество урона, тебе самое главное в это время не затеряться. Потому что, когда ты разрядился, и когда вы играете на таких картах, вот, типа, Парижа, когда у вас за тобой, за твоей спиной или перед тобой не так много союзников, зная враги, то, что ты отстрелился, они могут тебя разобрать. То есть, здесь нужно аккуратно играть и знать, в какие моменты раздавать барабан. Внутри барабана перезарядка 2,22, что я считаю, в принципе, вполне себе адекватно и логично, ну, потому что давать сюда полторы-две, ну, две, да ладно, там, не так много, но если полторы-псу отдали, это было бы вообще жестко, вы представляете, за такой промежуток времени откидывать там 7-8 секунд, и вы просто отдаете вообще все. То есть, ну, было бы не совсем правильно. Что касается комфортности, то здесь время сведения, в принципе, неплохое, 2,4 базовое. Снаряд у вас 2,22, но когда вы вкачаете оборудование, ну, оборудование поставите, перки вкачаете, то, в принципе, у вас будет время сведения чуть меньше, чем перезарядка внутри барабана. То есть, этого будет хватать. Но стабилизация у танка далеко не самая лучшая, она мне вообще не нравится, не такая уж супер и комфортная, также здесь и точность 0,4, но барабанщик играет впереди. Давать супер что-то ультра, как на Проджета, и точность, стабилизацию и все, было бы неправильно. Хотя Проджета МБА и Сомик в некоторых ситуациях тоже. Что из прессовщего орудия, это, увы, она пушка на 10 градусов выпускается вниз, это мега комфортно. Ну, у нас хоть есть и броня какая-то. 60 снарядов в барабане, ну, не в барабане, а вообще у нас в боекомплекте, этого много, этого хватает. Следующее, это мобильность. Мобильность у танка тоже более-менее на уровне, давать больше или меньше нелогично. 12,5 удельная мощность, максималка 37 вперед, 20 назад. Ну, типа обычно ИС-3. Давать ему бы там 50, он бы приезжал быстрее всех, отдавал бы барабан. Пока союзники потягиваются, он за них прячется. Пока союзники доезжают туда-сюда, у него второй барабан заряжен. Тоже неправильно, поэтому здесь все нормально. Незаметности 0, конечно же, потому что танк очень больших габаритов, попасть по нему легко. И, кстати, когда с десятками, то бойтесь бабах, потому что, ну, они фугасами будут вообще просто карать вас. И французские танки вообще, знаете, они в приоритете. Вот этот вот силуэт 50-100, уже вот на подсознании у людей сохранилось то, что в Дивон нужно стрелять. Поэтому там никто не смотрит на то, что вы само АСМ или не само АСМ. Просто вас будут карать фугасами. Про это тоже нужно помнить. Обзор 370 метров, в Донной, конечно, ничего нет. Что поставить из оборудования? Сюда нужно ставить улучшенную вентиляцию, стабилизатор и усиленные приводонаводки. Оптику я не советую ставить, но там плюс-минус обзор тот же самый будет. Типа, кому ты будешь там светить? Ну, типа, сам для себя у вас и так большая... Ну, типа, у вас большой силуэт и лишний там 15-20 метров. Но особо ничего вам никакой большой роли не сыграет. А вот усиленные приводонаводки, стабилизаторы и вентиль, да. К сожалению, сюда нельзя поставить досылатель, потому что это барабаны танки. И в этом проблема. Что из плюсов и минусов? Из плюсов это УВНы, это барабан на полторы тысячи урона. В принципе, броня верхнего бронелиста, которая спасает. Иногда броня действительно может такой потанчить, что ты вообще не ожидаешь. Хорошее бронепробитие, что базовым снарядом, что голдом. Тем более базовым, который позволяет вам очень-очень неплохо фармить. Также из плюсов это более-менее динамика. Да, есть тяжи у нас помедленнее, но если брать восьмой уровень, то это, в принципе, неплохо. Что из минусов? Это перезарядка, серьезно, очень большая. Это ваша маскировка, потому что танк заметный, танк большой. И также здесь четыре члена экипажа. Это командиры, наводчик, мехвод, водитель и заряжающие. Они очень-очень часто критуются. Очень часто критуются. В принципе, тут, если у вас кого-то кританули, кроме мехвода, то все, сразу перезарядка уходит в ноль. Поэтому нужно помнить. Ну и любой, кстати, крит, да, БК или всего остального, представьте, ваша перезарядка 37 умножается на 2. Поэтому это тоже большой-большой минус. Про это нужно знать. Вот как-то так, ребят. И теперь главное, покупать или нет. Честно говоря, вот если у вас есть деньги, если у вас нет премтанка, это премтанк, который вам, раз, может дарить удовольствие, если вы хотя бы как-то умеете играть. И два, который будет фармить. Действительно, хорошо фармить, потому что он пробивает и наносит урон. Это очень хороший танк по совокупности фарма, среднего урона за бой и удовольствие. Вот серьезно, это неплохой танк. Вот про джетто, сомик, мне нравятся эти танки. И, в принципе, само СМ, знаете, вот если бы сейчас мне сказали, выбирай защитника или само СМ, я бы подумал. Я бы, наверное, выбрал само СМ, потому что защитник, ну, медленно, косой. Типа здесь танк более-менее такой же мобильности, но какая у него пушка. Да, защитник тоже неплох в своем роде. Но вот интересно играть, вот действительно интересно. Это один из интересных танков. Ну, а купить или нет, решайте вы, потому что цена кусается 2500, это действительно много. Все, ребят, всем большое спасибо. Обязательно подпишитесь на мой канал, я постарался сделать качественное видео для вас. Лайки, дизлайки, комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok